МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в программе. Всегда ли можно лишиться прав, заехав под кирпич? Кто кому уступает дорогу на регулируемом перекрёстке? Секреты для водителей и пешеходов. И цены на бензин в Нижнем Тагиле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Заехал под кирпич на автозаправке. Тут же подъехали работники ГИБДД, составили протокол и забрали права, выдав временные. Но территория АЗС не является дорогой, и на ней не может быть выезда на встречную полосу. Как можно защитить свои права? Здесь ответственность предусмотрена в нарушении требований знаков Кодекса об административных правонарушениях. В данном случае необходимо уточнение, где было совершено данное правонарушение. От этого будет зависеть, какая норма, какая статья применима. То есть, если это был все-таки выезд на полосу встречного движения на дороге с односторонним движением, то здесь будет ответственность, предусмотренная статьей 12.16.6.3, вплоть до лишения права управления. Как пользоваться заправочными станциями, нигде ни в каких правилах дорожного движения не сказано. Поэтому въезд и выезд регулируются только дорожными знаками. Здесь, если въехать, то нарушение только дорожного знака – это 300 рублей штраф. А лишение прав водителя на срок от 4 до 6 месяцев, когда он выезжает на сторону встречного движения, и когда это связано с нарушением ПДД. Поэтому здесь только 300 рублей штраф, вот за въезд, например, в неположенном месте. Пешеход ожидает включения зеленого сигнала светофора. И многие пешеходы, не посмотрев по сторонам, как только зеленый загорается, сразу пытаются перейти по пешеходному переходу данную проезжую часть. Но опасность в чем? Поток выезжает, вот сейчас водители остановились. То есть по Ленина не могут повернуть направо, проехать прямо. В результате создается затор. И кто в этой ситуации не прав? То есть пешеход или водитель автомобиля? Вот наша задача в этом разобраться. Пешеходы начинают переходить дорогу сразу на зеленый сигнал светофора и не дают возможность водителям закончить движение на перекрестке. Тем самым создается затор и аварийная ситуация. Данная спорная ситуация, она разбирается следующим образом. Водители едут на зеленый сигнал светофора, пешеходы стоят в ожидании зеленого. И у нас есть водители, которые ожидают очередность проезда этого перекрестка сейчас по проспекту Ленина. Они сейчас собираются повернуть направо и повернуть налево. Так вот, первыми едут водители, едущие по проспекту Мира в прямом направлении. Эти пешеходы, для которых сейчас зеленый включится, они должны дать возможность всем водителям выехать с перекрестка. Потом пешеходы начинают на зеленый сигнал светофора переходить, а водители, поворачивающие направо-налево, они должны уступать дорогу в соответствии с определенным пунктом правил. На перекрестке Мира-Ленина первыми проезжают водители по проспекту Мира. Они выехали на перекресток и должны закончить движение. Пешеходы, дождавшись зеленого сигнала светофора, уступают дорогу машинам по проспекту Мира и только потом начинают двигаться. Водители, поворачивающие с проспекта Ленина, уступают дорогу пешеходам. Пешеходы должны дать возможность выехать водителям, которые, соответственно, имеют преимущество. И водителям для притащения ДТП, наезд на пешехода, разрешается в этой ситуации даже подать звуковой сигнал. Цены на бензин в Нижнем Тагиле 21 февраля. 80-й от 21,5 до 22,5 рублей за литр. 92-й от 22,5 до 23 рублей. 95-й от 24 рублей 60 копеек до 24,90. Дизельное топливо 22,40-22,90 за литр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА